Добрый день! Приглашаем принять участие в переписи населения. Я молодой специалист, пока живу в общежитии. А я хоть в первый класс пойду! А на работу я добираюсь на автобусе в соседний город. Меня запишите. А вот будущий гражданин. Перепись населения Республики Беларусь пройдет с 4 по 30 октября 2019 года. Вы можете выбрать удобный вариант прохождения опроса. На стационарном участке в течение всего периода переписи самостоятельно заполнить переписные листы через интернет или дождаться переписчика и пройти опрос на дому. Перепись населения. Взгляд на настоящее. Шаг в будущее. Этот посвященный переписи населения видеоролик зрители могут видеть на экранах своих телевизоров уже несколько дней. Компания будет на самом деле масштабной. Соответствующий указ президент Беларуси подписал еще в октябре 2016 года. Именно с этого времени началась подготовка. Несколько дней назад она вступила в завершающую фазу. В Гомельской области в переписи будут задействованы 1840 человек. Все они прошли специальную подготовку с выполнением тестов и обучением работе на планшетах. В этом году решено вообще по максимуму отказаться от бумажных носителей. Людям предложат самостоятельно заполнить анкету на сайте. Этот этап опроса будет проходить в период с 4 по 18 октября. Когда проводилась пробная перепись молодечно, помимо остальных вопросов, мы задавали людям вопрос, если будет такая возможность пройти перепись через интернет, то согласитесь вы или нет, пройдете или нет перепись. И где-то около 25% ответили положительно. И также в прошлом году организовывали выборочное обследование домашним хозяйством. Там тоже задавался такой вопрос, сможете ли вы пройти перепись через интернет и пройдете ли. И получили в принципе такой же процент, то есть около 25, даже чуть больше. Для того, чтобы заполнить анкету на сайте, человеку нужно будет ввести паспортный идентификационный номер и номер мобильного телефона. На вопрос о конфиденциальности представленной информации по интернету или при общении с переписчиками в Главном статистическом управлении области отвечают однозначно. Постороннему человеку ознакомиться с ней невозможно в принципе. Самая надежная защита, уже надежнее, чем наша межбанковская система идентификации, я думаю, ничего нет. То есть можно не бояться, ничьи данные никуда не уйдут. То есть они все полностью конфиденциальны. Перепись населения – задача государственного уровня. На основе полученных данных будет вестись планирование белорусской экономики на следующие 10 лет. Причем список вопросов несколько шире, чем в предыдущие годы. У вопросов много, больше, чем в предыдущую перепись. Всего включено 49 вопросов. Это вопросы, касающиеся и демографических характеристик. То есть, как обычно, спрашивают во время переписи, пол, возраст, к какой национальности человек к себе относит, какой у него уровень образования. Также в эту перепись включен ряд новых вопросов. Например, у женщин старше 18 лет и до 49 лет мы спросим, планирует ли она рождение детей. Включен блок вопросов о миграционной активности. То есть, планирует ли человек уехать из республики, если да, то на какой срок и по какой причине. Ну и также такое большое наше новшество – это в эту перепись включен блок вопросов о сельскохозяйственной деятельности. Задача переписчиков – произвести опрос максимального количества жителей. Приедут даже к так называемым самоселам в отселенных деревнях. Данные о них есть в сельсоветах. Местная власть окажет переписчикам самую активную помощь, начиная от предоставления списков населения. Каких-либо организационных проблем с проведением кампаний в районах не видят. У нас вроде как доброжелательные все люди. Я думаю, ну и меня в деревне все знают. Я думаю, ко мне все хорошо относятся и без проблем, без вопросов. Для координации работы переписчиков на этой неделе в Гомельской области открылись переписные участки. В Гомеле их 26. До 4 октября, начала переписи, необходимо составить планы по работе мобильных групп и получить информацию о списочной численности их работников. В период, когда будет проходить интернет-опрос, с ними постараются встретиться переписчики. Потому что в основное время, в котором мы работаем с 9 до 21 часа, большинство людей находится на работе. А в вечернее время мы можем отхватить до 9 часов. Конечно, гражданам, чтобы создать максимальное удобство, мы стараемся, чтобы на предприятии, когда они находятся в 8 часов, посетить их, выделить их 5-6 минут на перепись. Может быть, чуть больше, чуть меньше. Опросить их анкету, чтобы минимизировать посещение вечером. Переписные участки в Гомеле находятся в различных зданиях. От ремонтных участков ЖКХ до Ледового дворца. Причем, независимо от графика их работы, во время переписи участки будут открыты без выходных. Кроме того, здесь постоянно будет находиться как минимум один переписчик. При желании любой человек может принять участие в переписи на участке. Что касается опроса по месту жительства, то в случае отсутствия гражданина во время прихода переписчиков, ему обязательно оставят специальное уведомление. Будет ложить вот такие вот памятки в почтовый ящик. И когда жильцы вернутся, они увидят, им будет напоминалочка такая, что можно прийти на стационарный участок, переписаться. Либо они могут позвонить по этому из номеров телефонов указанных. И тогда к ним обратно придет переписчик. Олег Синтеров, Наталья Волынец, Евгений Макеенко. Новости недели.